Всем привет! Вы на канале Фолстон. Рад вас всех здесь видеть, подписчики и будущие подписчики моего канала. В перерывах между матчами Еврокубков я решил рассказать вам о Лёше Миранчуке, а точнее о его роскошной жизни. Звезда Локомотива, надежда Локомотива прямо сейчас на ваших экранах. Лёша в системе Локомотива находится с подросткового возраста, а если быть точнее, с 15 лет. До молодежки Локомотива пробовался вместе с братом в Спартаке, но их оттуда очислили из-за недостатка физической силы. Вот тогда-то братишек и подхватили железнодорожники. В феврале 2013 года Алексей был впервые вызван на сбор с основной командой и с тех пор постепенно укреплялся в составе. Впервые в рамках российского первенства вышел в конце апреля на матч с Кубанью и провел на поле 86 минут. Первым голом отметился уже 5 мая ворота Амкара. Летом 2015 года Лёшу интенсивно сватали за рубеж, однако футболист предпочел остаться в Москве. Директор Локо Ольга Смороцкая рассказал, что им интересовались клубы Испанской премьеры и Английской премьер-лиги. А также озвучила сумму отступных за футболиста 20 миллионов евро. Для парня с российским паспортом это приличная сумма. Даже сейчас во всей российской лиге с российским паспортом дороже Лёши только Марио Фернандес. Защитник стоит 22 миллиона, а Алексей, между прочим, 18. Для сравнения Саша Зинченко из Майн-Сити, который на год младше Лёши, стоит 24 миллиона. А Саша Головин, однокодка Миранчука в Монако, оценивается трансфер-маркетом в 20 миллионов. Поэтому клубу, который захочет увидеть Лёшу Миранчука в своем составе, придется отвалить немаленькие деньги. За что такие деньги, спросите вы? В текущем сезоне Хабек провел 32 матча и забил 16 мячей, отдав еще и две голевые передачи. Всего за свою профессиональную карьеру в Лока Лёша отличился уже 41 раз и отдал 44 голевых паса. Очень достойная статистика. У того же Зинченко эти показатели в разы скромнее, но давайте по-честному, он играет в ОПЛ, а не РПЛ. Что касается денег, то Алексей сейчас получает 2 миллиона евро в год. Однако контракт, который подписан в 2017 году, заканчивается летом 2021 и у Лока два варианта. Либо продавать его за рубеж, либо продлевать на несколько лет. Чтобы Лёша не ушел к конкурентам, ведь это будет большой имиджевый удар. Миранчук, конечно же, хочет повышения зарплаты до 3,5 миллиона в год и для клуба это ощутимые деньги. Поэтому приоритетом, конечно же, является продажа в условную серию А. Не зря же Лёшей сейчас активно интересуется Милан. Ну а теперь ваш любимый интерактив. Сейчас на экране появится облик футболиста, а вы должны будете отгадать его за 3 секунды. Напишите имя, фамилию, а также клуб, в котором он играет, ну или сборную. 5 первых угадавших попадут в мой следующий видос. Готовы? Поехали! А победителям видео роскошной жизни Зубастика Роналдо стали вот эти ребята. Да, всего двое. Там я загадал Дэвида Бэкхэма, бывшего игрока сборной Англии, Реала, Эмью и так далее. А многие почему-то подумали, что это Мирослав Клоза. Ну да ладно, угадавшие все же есть. И я их искренне поздравляю. Вы спросите меня, где живет Алексей Миранчук? Естественно, в Москве, отвечу вам я. Однажды в интервью братья Миранчуки рассказали, что скинулись на квартирку в Москве. Ребята до поры до времени жили вдвоем, ровно до того момента, как у Антона появилась девушка. Леша решил не мешать личной жизни брата и ребята разъехались. Сейчас Алексей снимает жилье неподалеку к квартире своей мамы, которую они купили для нее в районе Преображенской площади. Цены там стартуют от 7-8 миллионов за скромную 35-метровую однушку. Леша живет рядом в арендованной квартире и платит за нее около 200 тысяч рублей в месяц. Если говорить о транспорте, Леша, как и его брат Антон, очень любит крутые тачки. Первой машиной Алексея стал Chevrolet Camaro со скромным двухлитровым движком и двумя сотнями лошадок под капотом. После чемпионства Лока в 2018 году Леша прикупил себе Rolls-Royce, однако быстро понял, что эта машина не на каждый день и продал его. По словам футболиста, Rolls неплох, когда это вторая или третья машина. Вася Уткин, кстати, всунул свой большой живот и в эту тему и обвинил Лешу и Антона в недалекости. После, отвечая бывшему комментатору, Миранчуки сказали, что у них еще есть и гелик. Сейчас, наверное, будет одна из самых интересных частей видео для многих моих подписчиков. Где и когда и с кем встречался Алексей Миранчук. Но сначала небольшое предисловие. Как вы уже поняли, братья Антон и Алексей очень близки. Ребята проводят очень много времени вместе, отдыхают вместе и не забывают наведываться к матери вместе. Кстати, есть и альтернативная история про маму и ребят и переход в Локо. Она гласит о том, что мать парней работала в интернате Спартака. Готовила еду, следила за ребятами, которые там проживали. Однако руководство решило уволить женщину и ее подхватил тренер, который как раз уходил в Локомотив. И она, конечно же, согласилась. Ну а сейчас она мечтает, что когда-то будет жить в Барселоне. Ну вы поняли, как она туда планирует попасть. А теперь давайте перейдем к пассиям Алексея. На данный момент футболист не состоит в отношениях. Но в 2013 году, когда игрок был еще совсем юн, он встречался с Томой Сыркисян, которая была на 10 лет его старше. Тогда еще Тарасов был женат на Бузова. И именно Оль познакомила свою подружанию Тому с молодым Лешей. После этого у него был роман со стилисткой Дариной Ведменской. Однако и он подошел к концу. Ну и последний роман, приписываемый футболисту, отношения с девушкой по имени Соня Алендер. Когда-то Алексей признавался, что ему очень тяжело знакомиться вживую. И он предпочитает, завязывая диалог в интернете. Так что, девчонки, у вас есть шанс закадрить Леху в Инстаграм. Кстати, не забудьте подписаться и на мою страницу в Инсте. Ссылка в описании. Это, конечно, очень непредсказуемо, но Леша дружит в первую очередь с Антоном. Братья действительно очень близки. Ну а уже после Антона идут все остальные. Например, Рифа Джамалединов, Дима Баринов, ну и непосредственно Тарасов, с которым братья до поры до времени проводили много времени. Собственно, Дима однажды рассказал забавную историю о том, что когда-то миранчуки частенько у него бывали дома. Посмотреть, поиграть в футбол, в баньку сходить, в бассейне поплавать, да и просто поужинать. Однако так получилось, что заезжали всегда поодиночке. И его домработник целый месяц не мог понять, почему приезжает один и тот же человек, а зовут его по-разному, и то он с девушкой, то без. Ну, собственно, и сам Тарасов бахнул за любовь с миранчуками под звуки пианино. Свежевыжатый апельсиновый фреш. Здесь Алексей, конечно, не отличается от остальных футболистов. Он тоже любит видеоигры. Что касается хобби, то когда-то Леша любил катать в различные компьютерные игры. Однако сейчас, по признанию самого футболиста, не играет вообще ни во что. Последний раз он просиживал штаны в конце октября 2018 года, когда решил вспомнить детство и лупился в Call of Duty. Сейчас в свободное время Алексей любит просто пройтись по вечерней Москве. Вот такой он романтик. А еще Леха и Антоха любят покататься по столице на самокатах. Не всегда же на Мерсах гонять. Мне вот интересно, как сложится судьба Леши. Останется он в Москве и будет заколачивать голы за Локо или уедет в Европу? Напишите в комментариях ваши прогнозы. Ну а с вами был Костя Фолстон. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про лайки. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok